Особо плодотворным выдался год для краевого театра драмы. Он шагнул во второе столетие, отметив 101 день рождения. В честь этого артисты заложили капсулу времени сроком на 10 лет. Кастрольный график тоже был насыщенным. Театр трижды принимал на своей сцене коллег из разных уголков страны. Самым мощным впечатлением стали четыре показа грандиозного пятичасового спектакля «Война и мир» Московского театра имени Бахтангова в постановке Рима Сатуменаса. Нам сто лет, вашему театру сто лет. Вот так, собственно, извязалась наша дружба с Алтаем и с театром Шукшина. Плодотворным выдался год и у молодежного театра. Он представил первый инклюзивный спектакль, адаптированный для незрячих и слабовидящих. Благодаря победе театра в грантовом конкурсе ему выделили средства на спецоборудование, аудиопередатчики для тифлокомментирования. С их помощью незрячие люди услышат описание того, что происходит на сцене, вплоть до жестов и деталей костюмов. Шатен среднего роста с густыми усами и короткой бородой. На мужчине темный деловой костюм, белая рубашка с галстуком, в руке портфель. В 22-м изменилась жизнь барнаульского планетария. Кстати, одного из самых старейших в России. Он обрел новый дом в здании бывшего кинотеатра Родина. Под обновленным куполом с 3D-объемным изображением можно наблюдать полярное сияние, движение астероида и небесные объекты в режиме реального времени. Это такой образовательный процесс, завязанный вокруг планетария всего края. Я думаю, что будут организованы экскурсии. Дети с наших районов и других городов будут сюда приезжать. В музыкальном плане год тоже удачен. В Барнауле впервые прошел международный конкурс певческого мастерства имени Тарнецкого. Более полутора тысяч участников пели хором, сольно, акапелло, как на сцене Краевого института культуры, так и онлайн. Коллективы из Швейцарии, Белоруссии, Узбекистана и всей России. Год культурного наследия народов России замкнула выставка «Наследники традиций» в художественном музее Края. Произведения народного искусства в традиционных техниках ремесел от современных мастеров всего региона. Яркие рушники, урало-сибирская роспись, изысканная береста и другие элементы нашей культуры. Таким красочным и запоминающимся выдался культурный год нашего края. Мария Мацаева, День с толком.